Новый трехлетний бюджет утвердило правительство Казахстана. Теперь его рассмотрит парламент страны. Согласно предоставленному прогнозу, реальный рост ВВП в следующем году составит 5,6%, а инфляция не должна превысить 7,5%. По словам главы Минфина Мадита Киева, возрастут и расходы из госказны. В первую очередь это связано с выполнением социальных обязательств. Речь о предстоящей индексации пособий, пенсии и стипендии. Власти намерены увеличить и трансферты из национального фонда. Средства направят на финансирование социально значимых и стратегически важных проектов. Перед началом учебного года в столице Казахстана открыли новое общежитие на 400 мест. Это частично решит проблему жильем для студентов, но дефицит пока большой. К строительству общежитий государство привлекает частный капитал и дает субсидии на каждого проживающего студента. В среднем инвестор за 6 лет может окупить проект. Согласно плану Министерства образования, в ближайшие 5 лет в Казахстане каждый год будут вводить по 10 тысяч мест в общежитиях. В студенческом доме расположены зоны отдыха, читальные залы. Также на каждом этаже имеются санитарные комнаты и кухни. Вход у нас только по электронным пропускам. Для безопасности студентов по периметру установлены камеры видеонаблюдения. Таким образом, в течение 6 лет есть полная возможность вернуть затраченные на строительные работы средства. Это создает стимул для частных компаний вкладывать в развитие университетской инфраструктуры, возвращая вложенные средства через систему государственных выплат. Согласно последним данным, на сегодняшний день в стране построено более 50 тысяч мест в студенческих общежитиях, что является результатом государственной поддержки и частных инициатив. Существенных реформ в системе образования Беларуси больше не будет. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на Республиканском педсовете. Глава государства провел встречу с педагогами, рассказал о предстоящих задачах и раскритиковал заряд недочетов в системе. Образование – это государственная отрасль. В нее вкладывали и продолжают вкладывать средства, заявил президент. Только за три года на развитие сферы направили 300 миллиардов белорусских рублей. Построены школы, закуплено оборудование и транспорт. Лукашенко назвал сверхидею всех усилий. И возможность реализовать себя в науке должна быть не только в столице. Ранее президент требовал пересмотреть специальности для нужд экономики, обновить учебные программы, чтобы вчерашнего выпускника не доучивали на предприятии, усилить, поручить и программа воспитания. Ведь сегодня появился новый опасный педагог. Александр Лукашенко назвал ключевые направления, которые предстоит доработать. Например, повысить престиж педагогических профессий. Еще одна задача – это удержать талантливую молодежь в стране. Для этого создадут образовательный хаб. По словам президента, не хуже Гарварда. Будут развивать и профессию будущего. Поэтому учитель должен быть безупречным. А образование в Беларуси оставаться доступным для всех. Это базовый принцип, по мнению Лукашенко. Уже нет проблем. Может, даже и на педсоветы собираться не надо. В вашей работе нет мелочей. Любые нестыковки, недоработки приводят к тому, что штормит всю страну. В Мексике продолжаются протесты против реформы судебной системы. Тысячи людей вышли на демонстрацию в Мехико с требованием остановить нововведение президента Мануэля Лопеса. Протестующие планируют продолжать забастовку до тех пор, пока президент не отменит инициированные поправки. В случае принятия они позволяют избираться на должность судей любому, кто имеет юридическое образование и несколько лет опыта. Участники акции считают это угрозой для условий труда и карьерного роста. Президент Мексики, напротив, считает, что судебная система в стране коррумпирована и поддерживает преступников, поэтому реформы необходимы. Власти Нидерландов оштрафовали компанию Uber на 324 миллиона долларов за передачу персональных данных европейских водителей в США. Было установлено, что при переносе информации о водителях на американские серверы компании не была обеспечена должная безопасность, что нарушает общие регламенты защиты данных Евросоюза. Речь идет о таких документах, как лицензии на такси, данные о местоположении и медицинской информации. Uber считает решение ошибочным и планирует подать апелляцию, ссылаясь на заявление Еврокомиссии от июля прошлого года о том, что США предоставляют достаточную защиту европейским данным.